Здравствуйте! Сегодня мы начинаем урок по живописи усин. И будем осваивать с вами мазки усин на примере рисования чудесного растения, которое называется дикая орхидея. Нам с вами понадобятся кисти. Кисти мы выбираем китайские, средние и величины. Лучше для того, чтобы у нас получилось интересное произведение, выбрать более жесткую кисть. Например, из шерсти волка. Также нам понадобятся с вами краски. Краски мы выбираем с вами куашевые. Возьмем разные оттенки. Чем больше у нас будет оттенков, тем больше у нас с вами будут возможности для того, чтобы создать интересную композицию в колорите. Также нам потребуется с вами стаканчик с водничкой. И, возможно, понадобится еще дополнительно тушь. Тушь мы выбираем тоже с вами китайскую. Ну, пожалуй, это вот все. Первое, с чего мы с вами начинаем, это с освоением мазка. Мазка-кусин. Называется он мазок металла. Основная характеристика мазка металла в том, что этот мазок связан с инской энергией, с женской энергией. То есть движения, которые мы с вами будем делать, они будут наполнены округлостью, нежностью. Одновременно с этим они будут точнее. Наверное, лучше будет сразу вам показать, как мы будем делать этот мазок. Набираем на кисть, ну, к примеру, зеленой красочки. И делаем первый мазок, начиная развивать его от точки. Видите, этот мазок наполнен такой вот округлостью, точностью. Мы первую точечку ставим на листе бумаги, ведем ее, развиваем в такую округлую линию. И в конце не очень резко начинаем поднимать кисть от листа бумаги. Так, как будто бы вот самолетик разбегается по взлетной полосе и потихонечку, да, отрывается и идет на взлет. Мы даже можем это движение не заканчивать, да, а продлевая его по воздуху над листом бумаги, переводить его в следующее движение. Набираем еще разочек, может быть, красочки добавляем. И рисуем еще одну травиночку. Обратите внимание, что для того, чтобы мы с вами потренировали этот мазок, мы с вами выбрали сюжет. Вы видите, да, тут изображены такие травиночки. Интересно, что каждая травиночка, она не похожа ни по форме, ни по толщине, ни по направленности на предыдущую. Это очень важно. Живопись УСИН, она построена на эритмизации. Ритм развивает сюжет по принципу смещения некоторых акцентов, да. Если мы одну травиночку сделали более округлую, то следующую мы сделали более прямую. Если одну травиночку мы сделали длинненькую, следующую травиночку мы сделаем более короткую. Постоянная смена идет ритмов. Они могут выражаться также по насыщенности тона краски. Если мы с вами нарисуем несколько травиночек черной краской, они нам сразу будут задавать дополнительный план. И мы уже увидим с вами, что наша группа вот этих вот травиночек, она стала уже более объемной. Можем попробовать сделать такой же рисунок в монохромной технике. Набираем, например, такой вот серый разведенный в ладе кулаша. И делаем несколько вот таких вот движений. Какие-то мазочки у нас с вами получаются более активные. Это у нас с вами происходит за счет того, что мы больше делаем нажим на кисть. А какие-то мазочки у нас с вами получаются более изящные, более тоненькие. Это также варьируется степенью нажатия на кисть. Вы, наверное, обратили внимание на то, что и в этой группе листочков, и в этой есть как бы такое не стопроцентное равновесие. Здесь у нас получается, мы немножечко развиваем центр тяжести вправо. А вот в этой группе травины, там мы центр тяжести развиваем немного влево, как его смещаем. Теперь нам с вами надо попробовать потренироваться в том, как нарисовать сами цветочки дикой орхидеи. Для этого нам с вами потребуется красная красочка. Например, мы в данном случае возьмем цвет под названием краплак. На палитре разведем его с водой. Очень интересно, что дикая орхидея, в отличие от культурной орхидеи, она более скромная. Цветы у нее не столь велики по размеру, она как будто бы прячется внутри вот этой травки, которую мы сейчас с вами нарисовали. Это очень важно тоже, не просто нарисовать какое-то явление природы, но предварительно познакомиться с ним и разгадать его характер. К примеру, в китайской традиции дикая орхидея символизировала благородного, но скромного человека, который не выпячивает на показ свои достоинства, но при этом знает, что он действительно обладает этими достоинствами. Поэтому, несмотря на то, что мы с вами пользуемся красной яркой краской, нанесущей в себе энергию позитива, энергию янскую, мы ее все-таки немножечко приглушаем. Либо за счет того, что смешиваем ее с водой и делаем менее контрастную такую, либо добавляем в нее капельку черного цвета. Цветы дикой орхидеи, они похожи на цветы культурной орхидеи, как я уже сказала ранее, но несколько меньше по размеру. Для того, чтобы нам с вами нарисовать цветочек дикой орхидеи, мы попробуем его разгадать от того момента, когда этот цветочек еще был бутоном, до того момента, как он превратился в уже открытый, красивый, полностью распустившийся цветок. Смотрите, бутончик мы с вами можем нарисовать следующим образом. Мы вспомним с вами, может быть, по предыдущим занятиям, мазок огня. Мазок огня может быть не только прямым и таким бескомпромиссным, но также он может в себе содержать округлость, которую мы с вами уже попробовали и порепетировали, можно так сказать, и отработали на мазках металла. Получается, что мы в янскую составляющую мазка огня добавляем небольшую вот такую вот округлость и женственность. Мы выбираем точечку, которая будет являться у нас центром цветка, и постараемся к этой точечке набирать все мазки. Это тоже характеристика янского движения. Дело в том, что мазки ян, они, как правило, имеют движение от центра к периферии, а мазки инь, наоборот. Они как бы приближают каждый мазочек к серединке. Поэтому заранее намечаем серединку нашего цветочка и оба мазочка, которые символизируют у нас и показывают бутон, приводим к единой точечке. Ну вот случается чудо, и наш бутончик постепенно начинает открываться. У него, мы уже видим, теперь не два лепесточка, а мы видим открывшись дополнительно третий лепесток. А у этого цветочка, видите, открылся дополнительно еще и четвертый лепесточек. Вот здесь, внутри травиночек, да, мы спрячем еще один красивый цветок, у которого открылись уже все пять лепестков. Ведь у цветка орхидея именно пять лепестков. Теперь нам с вами нужно будет посадить наши цветочки на веточку. Мы берем с вами оттенок серой куаши, проверяем его дополнительно. И начинаем встраивать внутрь нашей композиции веточку. Веточка у нас рисуется мазком дерева. Мазок дерева, его характеристика, то, что мы его производим, от точки до точки. Но поскольку мы с вами рисуем такой красивый женственный цветок, мы вносим небольшую округлость в наше движение, сообщая ему тоже небольшую такую низкую, более женственную характеристику. Для того, чтобы цветы смотрелись красиво, для того, чтобы они визуально выглядели более такими живыми, мы с вами при помощи мазка почвы, а именно постановки точек на листе бумаги, рисуем еще такую серединочку. Ведь у каждого цветка орхидеи есть ложа, которая привлекает насекомых. Ну и для того, чтобы закончить нашу композицию, мы с вами можем нарисовать травиночки, опять же, при помощи движения почвы, то есть постановки точек на листе бумаги. Здесь мы с вами кисть, как вы видите, держим уже в положении от вертикального до горизонтального. Ну, пожалуй, что так. Субтитры создавал DimaTorzok